Первый день нового 2012 года для московской епархии был ознаменован сразу тройным торжеством. У митрополита Ювеналия на этот день приходится годовщина его иерейской хиротонии, совершенной 52 года тому назад. У архиепископа Можайского Григория, викария московской епархии и ближайшего помощника владыки митрополита, был юбилей 70-летия со дня рождения. К этому событию мы еще вернемся. А начался этот праздничный день с божественной литургией в храме Христа Спасителя, которую возглавил святейший патриарх Кирилл, и за которой была совершена архиерейская хиротония архимандрита Николая Погребника, воепископа Балашихинского, викария московской епархии. Так, в первый день наступившего года московская областная епархия получила еще одного четвертого викарного епископа. Епископ Балашихинский Николай всем жителям Подмосковья известен, конечно, уже очень давно. Часто его можно было видеть на телевидении и местном, и областном, и на православных каналах. Уже 20 лет является он настоятелем Преображенского храма в Балашихе. Этот красивейший храм одним из первых был возвращен церкви, восстановлен и заново освящен уже 15 лет назад, в 1996 году. Но к началу своего пастырства отец Николай имел за плечами и медицинское образование, он из семьи потомственных врачей, и серьезнейшую искусствоведческую подготовку, и высшее светское образование в области полиграфии, и полтора десятилетия работы в журнале Московской Патриархии, и еще многие церковные послушания. Человек глубоко и при этом широко образованный, владыка Николай в конце 80-х годов начал свое священническое служение. Его многообразные жизненные школы очень пригодились церкви. И в окормлении больниц, где Балашихинский опыт оказался попросту передовым, примерным. И в серии блестящих статей и монографий, вышедших из-под пера владыки Николая и посвященных иконографии. Здесь он проявил себя как выдающийся искусствовед. И в издании журнала Московские епархиальные ведомости, и в работе руководителя отдела по взаимодействию с прессой, а позже и в должности пресс-секретаря Московской епархии. И, конечно, в организации церковной жизни в Балашихинском благочении, которое он возглавляет последние 14 лет. Как это все успевал один человек, остается только поражаться. В минувшем году, после смерти супруги, протеерей Николай принял монашеский постриг с наречением ему имени в память святителя Николая Японского. А вскоре был возведен сан Архимандрита. И вот в Храме Христа Спасителя 1 января 2012 года состоялась его личная Пятидесятница – архиерейская хиротония. По окончании Божественной Литургии владыке Николаю был вручен его архиерейский жезл. И он совершил свое первое архиерейское благословение. Слово святейшего патриарха, обращенное к владыке Николаю, можно прочесть в том числе на сайте Московской епархии, адрес которого вы видите на своих экранах. В этот же день высокой патриаршей награды ордена преподобного Сергия Радонежского 1 степени был удостоен архиепископ Можеский Григорий в день своего 70-летия. Примечательно, что в этот день, в первый день года, праздновалась память святых отцов, тех великих учителей церкви, включая и ветхозаветных, которые стали подлинными героями и священной истории, и в целом истории человечества. Священная история вплетена в историю человеческого рода только тогда, когда божественное оплодотворяет человеческое. История покоряет те вершины, которые невозможно покорить, если обычная человеческая история отрывается от истории священной. И в первый день Нового года мы молимся о богохранимой стране нашей, чтобы народы наши не потеряли способность сохранять ценности священной истории, ценности веры, ценности святости, включая их в ткань современной жизни. И вот только тогда обретем мы мир и покой и благоденствие. Ибо святость жизни людей только и способна по-настоящему, не призрачно, но реально оплодотворить жизнь нынешнего века. Аминь. По окончании богослужения уже в Новодевичьем монастыре состоялся торжественный прием, посвященный в основном юбилею владыки Григория, но также и другим радостным событиям этого дня. На нем присутствовали и большинство благочинных московской епархии, и главы подмосковных городов, и министр образования областного правительства. Были вручены епархиальные медали и другие награды. Теплых слов были удостоены и министр образования Лидия Антонова, и, конечно, владыка Николай, епископ Балашихинский, но особенно юбиляр архиепископ Можайский Григорий. Все, что хорошего сейчас есть в московской епархии, это его заслуга, потому что он с утра до вечера безвыходно в 70-е годы, в 77-го года находится здесь, и стал близок и дурок каждому священнослужителю и известен нашей многомиллионной пасхе. Но хотел бы призвать всех вас, не живя заслугами, обратить внимание на то, что мы еще не сделали. Мы благодарим Господа. Нам открыта широкая дорога к детям, к юношам. И мне хочется, чтобы сяшли, подумал, что дальше делать, чтобы светился свет нашими человеками, и люди, видя наши добрые дела, расслабляя Отца нашего Небесного. Рождество. Великий и спасительный праздник, который так любим в народе и так важен для каждого христианина. В Успенском соборе Новодевичьего монастыря, в Духовном центре Московской областной епархии, митрополит Крутийский и Коломенский Ювеналий по традиции возглавил вечером всеночное бдение, а затем ночью его повторение и божественную литургию. Пришествие в мир Спасителя – это не только поворотный момент в истории человечества, но это еще и ключевое событие в душе любого христианина. Ибо Христос рано или поздно рождается в сердце каждого человека. И наш нравственный выбор, главный нравственный выбор в жизни, заключается как раз в том, поклонимся ли мы Бога-младенцу, принесем ли мы ему дары своих лучших мыслей, лучших чувств, или же, напротив, нашлем своеобразных иродовых ратников, чтобы истребить в себе веру, а тем самым истребить всякую возможность Бога-присутствия. Грядущий год будет для московской епархии во многом замечательным. Предстоят юбилейные торжества в память 200-летия Победы над Наполеоном, а Новодевичий монастырь как раз вписан в ту Победу одной из ярких героических страниц. Будет открыт новый учебный комплекс Коломенской духовной семинарии. Семинарский хор традиционно поет в большие праздники в Новодевичьем монастыре. Планируется освящение нескольких новосооруженных или восстановленных храмов в Подмосковье. А владыке-митрополиту наступивший год принесет еще один юбилей. Исполнится 35 лет, как он взошел на Крутицкую кафедру для управления крупнейшей епархией Русской Православной Церкви. И все эти замечательные предстоящие события и юбилеи, вся эта радостная перспектива как бы освящена для нас ярким, неземным, благословенным светом Вифлеемской звезды. И мне хочется пожелать, чтобы никогда не покидало наше сердце эта духовная радость, несказанная радость. Живите же радостью о Господе. Пусть вера Христова сопровождает вас во все дни жизни вашей. Пусть светится свет ваш предчеловеки, и люди, видя добрые ваши дела, пусть проникаются верой во Христа и прославляют Отца нашего Небесного. Господь да благословит всех вас! А на следующий день после Рождества Христова, 8 января, когда празднуется Собор Пресвятой Богородицы, в Новодевичий монастырь для совместного соборного богослужения прибыли векарии Московской епархии, многие благочинные, настоятели и настоятельницы подмосковных монастырей, все те, кто хотел еще раз лично поздравить владыку митрополита с радостным праздником Рождества Христова. Хочу от всей души, от всех нас горячо и сердечно вас поздравить с великим праздником Рождества Христова, самым светлым, самым чистым, праздником нашего детства и нашей старости, праздником нашей жизни. И, конечно же, он дает нам всем много и много надежд на будущее. Праздник Рождества Христова лечит души человеческие, позволяет соразмерить масштаб нашей жизни с теми огромными духовными высотами, которые дало миру христианству. Мы и порой гордые теряем терпение, самообладание, а взирая на Христа Спасителя, мы научаемся пути, ведущему к Царствию Небесному. Мы носим святое имя христианина, и сегодня, в праздник Рождества Христова, мы как бы обновляем в своем сердце нашу веру в Спасителя мира. Это радость, которая несравнима ни с какой мирской радостью. По окончании церковных торжеств в Успенском соборе они продолжились в Софьиных палатах при Напрудной башне, где состоялось открытие очередной замечательной выставки, сделанной усилиями Церковного музея Новодевичьего монастыря под руководством игумени Маргариты, а также усилиями ее помощников, историков, искусствоведов, тружеников обители, в том числе художника-дизайнера Александра Конова. Выставка называется «Величай, душе моя, причистую деву» и посвящена почитаемым богородичным иконам из собрания Новодевичьего монастыря. Открытие этой выставки было специально приурочено к празднику Собора Пресвятой Богородицы, который празднуется на следующий день после Рождества, и таким образом этот значительный художественный проект стал своеобразным даром Богомладенцу Иисусу и Его Пречистой Матери. Ну и еще, конечно, это добрый подарок всем тем, кто всерьез интересуется иконописью, представленной в ее лучших образцах XVIII и XIX столетий. Одним из наиболее ценных экспонатов этой экспозиции стала Смоленская Богородица, келейная икона митрополита Ювеналия. Именно в память Смоленска о Дегитрии был построен Новодевичий монастырь. Некоторые иконы специально для выставки были отреставрированы и атрибутированы. Здесь представлены самые разные изводы типы богородичных икон, воплотивших многообразное и многовековое почитание Пресвятой Девы на Руси. Выставка «Величай души моя Пречистую Деву» стала свидетельством культурно-просветительской деятельности, которая ныне проводится в Новодевичьем монастыре после его полного возвращения Церкви. Мы счастливы, что имеем возможность не только молиться в этом монастыре, но и продолжать в содружестве с деятелями культуры вековые традиции Русской Православной Церкви, когда обители были созидателями культуры и просвещения. На следующий день рождественские торжества в Новодевичьем монастыре продолжились уже детской елкой, которую ежегодно устраивают в эти святочные дни также общими усилиями и клирики, и сестры обители, и сотрудники епархиального управления. Приглашаются дети прихожан, местных жителей, все желающие. Три, четыре, гости, гости, гости! Конечно, главной движущей силой этого праздника опять стала воскресная школа, созданная при Новодевичьем монастыре. Дети из воскресной школы не только без труда выстаивают ночную рождественскую службу, но и чувствуют себя в эти дни настоящими миссионерами, стараясь передать знакомую им радость, радость этого светлого и святого праздника, своим младшим сверстникам и совсем еще малышам, чтобы не просто развлечь их по учительным спектаклям, но по-настоящему приобщить к церкви. Своими детскими театральными навыками они стараются послужить не искусству только, но именно Богу, приводя к нему новые, такие же чистые души. Вот почему для многих детей радостным завершением этой елки становится не традиционный набор конфет, а благословение митрополита Юйналия. И еще, по традиции, в этот же день Владыка поздравил и коллектив усердных сотрудников Церковного музея Новодевичьего монастыря, и поздравил сестер обители. Им тоже досталось по сладкому подарку утешение, как обычно говорится в монастырях. Мы не для себя здесь живем, а для того, чтобы нести радость, чтобы служить другим. Вот в этом наше счастье. И никогда не сомневайтесь, что зря живем, не тем путем идем. Христос – это наша радость, и служить Ему – это самое большое счастье на земле. Два дня спустя, 11 января, в разгар православных святок, состоялась и главная елка Подмосковья. Губернаторская рождественская елка, которая проводится уже в 11-й раз. В этом году снова во дворце спорта Олимпийский города Чехово. Здесь собралось более 3000 детей со всего Подмосковья. Среди них были и воспитанники детских домов, домов-интернатов, и победители детских конкурсов, ученики воскресных школ, дети духовенства, активных прихожан, многодетных семей, самые юные алтарники подмосковных храмов. Уже в финале праздника, как обычно, каждый из ребят получил от губернатора подарок. А победителей рождественских конкурсов и Олимпиад награждали лично и владыка-метрополит, и министра образования правительства Московской области Лидия Антонова, и губернатора Московской области Борис Громов. Но еще до награждения состоялось большое увлекательное представление, в котором мотивы русских народных сказок были переплетены со священными евангельскими страницами. С каждым годом все больше становится возможностей для таких постановок. Делаются декорации, костюмы, пишутся новые музыкальные произведения. И дорога была нелегка, спотыкался и хвостик слегка, сбилась на бок поклажа на нем. Само это красочное представление стало непосредственным результатом десятилетия плодотворного сотрудничества между Московской епархией Русской Православной Церкви и областным министерством образования. С губернаторских елок началось это сотрудничество, а за минувшие 11 лет оно достигло масштабов невиданных еще в России. И все-таки, среди сотен мероприятий, которые совместно проводятся в течение всего года, губернаторские елки остаются одним из самых радостных событий, как бы подводящих итог всем остальным успехам и достижениям. Вот эта елка существует уже много лет, и делается она по инициативе нашего дорогого владыки и Министерства образования правительства нашей области. Давайте мы скажем за это спасибо. Три-четыре. Спасибо! Молодцы! И вам спасибо. В новом году я хочу вам всем пожелать успехов, здоровья, чтобы все вы, ваши близкие, родные, друзья, чтобы все были здоровыми, крепкими, чтобы все у вас было хорошо. С Новым годом! Я хочу вам пожелать, чтобы свет этой рождественской звезды согревал вас весь долгий год, чтобы вы были здоровы, хорошо учились, любили своих родителей, уважали своих учителей, и хочется пожелать вам, дети, счастливого Рождества и хорошего, веселого Нового года. С праздником! И это самая радостная рождественская елка. А вы знаете, откуда идет эта радость? Из Вифлеема, где родился Христос Спаситель, вот эта радость пришла к нам. Ее дарит нам сегодня наш дорогой и любимый Борис Всеволодович, как отец. Такой елки нигде нет. А что мы ему подарим? Нужно быть добрыми, хорошо учиться, готовя себя к тому, что будем мы любить и строить нашу любимую Родину, Россию. Будьте, дорогие мои, счастливы. А когда трудно вам будет, молитесь Господу, Он вам во всем поможет. С Рождеством Христовым всех вас! Первое в наступившем году богослужение в Подмосковье митрополит Ювеналий совершил в Подольске. Воскресенье 15 января он возглавил Божественную Литургию в Троицком соборе города Подольска, где владыки сослужили настоятель собора и секретарь Московского епархиального управления метрофорный протеерей Александр Ганаба, благочинные Подольского, Одинцовского, Каширского, Чеховского округов и местное подольское духовенство. Всю службу в соборе молился глава Подольска Николай Пестов. Не случайно, конечно, свой первый архипастерский визит в Подмосковье владыка-митрополит совершил именно в Подольск. И, конечно, не только потому, что это крупнейший город Подмосковья. В этом визите и поощрение городским властям, которые в целом очень активно способствуют церковному возрождению. И поощрение отцу Александру Ганабе, многолетнему усердному помощнику владыки по управлению огромной московской епархией. Кстати, в этом храме продолжают служить и его отец, протодиакон Владимир Ганаба, и один из трех его сыновей-священников. А еще особое благословение владыке получила воскресная школа, которая была создана здесь одной из первых в Подмосковье и теперь вступила в третье десятилетие своего существования. Некоторые ее выпускники уже сами приняли священный сан и несут теперь свое служение у алтаря Господня. Ну и кроме того, нынешний год для Троицкого собора, как и для Новодевичьего монастыря, особенный, юбилейный. Собор стал памятником в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Он был построен в благодарность Господу за победу в той тяжелой войне. Весь нынешний год пройдет под знаком двухсотлетия той Великой Победы. В 20-м же столетии участь Троицкого собора оказалась на удивление счастливой. Он не закрывался, оставаясь в центре крупного города. Обычно храмы, если и оставляли, то где-нибудь подальше, в глухих деревнях. Но тут жителям удалось отстоять свою святыню. И до сих пор это мужество подальчан, их верность Христу и его церкви вызывает молитвенное и благодарное уважение. В новейшей же истории России день этот, 15 января, ознаменован еще одним заметным событием церковной истории, ставшим праздником. Вторым обретением мощей преподобного Серафима Саровского. В 1991 году эти мощи, полстолетия считавшиеся утерянными, обнаружились в Казанском соборе тогдашнего Ленинграда в запасниках Музея истории религии. После их изучения они были торжественно доставлены в Москву, а затем крестным ходом возвращены в родное Дивеево. Митрополит Ювеналей, тогда уже возглавлявший Синодальную комиссию по канонизации святых, принял в тех грандиозных торжествах самое активное участие. И ныне, по окончании Божественной Литургии, поделился с прихожанами своими воспоминаниями. Воистину, в дни святок, когда людям нам необходимо так напоминание о святости, вы являете нам великий призыв к святому христианскому служению. Спасибо вам большое за вашу любовь и ваш пример. Спасибо большое за ваше благословение. Вы нашей душе напомнили о том, что она христианка. Святое Православие это наша жизнь. И она учит на основании учения Христова, как провести всю свою жизнь, чтобы наследовать Царствие Божие. И первые впечатления это детские годы, самые яркие, самые запоминающиеся. И если семена этой веры заложены с раннего детства, они будут возрастать. Страна взирает с надеждой на подрастающее поколение. Помогаю вам, Господь, дорогие, не оставляйте Храма Божия, веры православной. И с этими пожеланиями я на всех вас призываю Божие благословения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова